добрый день дорогие друзья салам алейкум из казахстана друзья давайте вместе с вами рассмотрим вот такой случай которые будут попадаться сейчас все чаще и чаще у меня на дворе почти середина февраля то есть зима подходит к своему логическому завершению и вот сейчас буквально пять минут тому назад привезли мне вот такую батарейку это у нас тюменский медведь заявлено производителем 590 ампер так дата выпуска дата выпуска я заклеил на муха не посмотрел так но эта батарейка была ровно год тому назад 14 февраля 23 года и владелец без проблем отъездил год на ней всю зиму в любой мороз машина заводилась батарейка стоит на 99 и привез вот таком состоянии с его слов вчера 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 или позавчера блин не могу вспомнить то ли вчера то ли позавчера залетел сугроб и загорелась лампочка на панели с аккумулятором через какое-то время эта лампочка потуха вчера он целый день ездил а сегодня он не смог даже открыть автомобиль тестер не берет на батарее на батарейке мы видим вот такое напряжение давайте глянем глядь 3 и 9 вольта на момент когда он привез было 36 то есть вот несколько минут прошло и буквально батарейка начинает уже показывать напряжение здесь мы видим у нас давайте включим вспышку лед в двух баночках две баночки у нас со льдом в остальных баночках вот такая плотность давайте от 1 12 до 1 15 так здесь у нас видим 113 здесь 1 12 крайняя пульсовая баночка 1 114 114 не внимательно видимо посмотрел когда привез в 4 градуса пирометр что ли у меня гвоздит да нет возможно то что батарейку привезли на автомобиле стояла возле печки и батарейка начал у нас немножко прогреваться так алгоритм нашей работе будет следующий так мы видим у нас обслуживая ухо перемычки ну то есть уровень маловатый но добавлять сейчас ничего не буду так и в этой в крайней баночке получается в шестой у нас так же батарейка так же это баночка обслуживает где лед ну-ка давайте попробуем замерить плотность сегодня было минус 16 градусов на улице так здесь у нас плотность на 113 ну средняя плотность 113 все-таки сейчас я сразу перед отогревом добавлю по 20 миллилитров водички и поставлю батарейку на отогрев время у нас я стараюсь без спешки стоябор стоябор время у нас ровно 12 часов ставим на отогрев нам нужно отогреть батарейку я стараюсь без спешки когда не горит отогревать батарею до полных 20 плюс 20 градусов и только после этого приступаю к наполнению батарейки заряда но будем делать все последовательно сейчас отогреем после отогрева опять сделаем замер что нам покажет замер мое предположение что батарейка перестала работать из-за того что заморозилась вот эта баночка и вот это почему две баночки у нас были заморожены предположу что из-за того что батарея не обслуживаемая я не обслуживалась блять не обслуживаемая конечно что она не обслуживалась кроме этого батарейка несколько раз по всей видимости высаживалась парняка молодой возможно летом сушил музончик на заглушенной машинке осенью обслуживание не было произведено но крутит и крутит и и вследствие этого было несколько разрядов поэтому плотность будет из-за частых разрядов плотность будет по баночкам у нас прыгать из иметь разброс бывает до трех точек это следствие именно вот таких незапланированных разрядов так ну что он добавлю по 20 миллилитров водички и на отогрев батарею хотел дать батарейки отстояться часа два отстояться нагреться но время прошло уже пять часов почти пять часов в процессе работы кроме того что едут клиенты нужно поковыряться в ю тубе во цапе но больше всего в носу и поэтому только спустя пять часов добрался до нашего ведьмедя так ну что давайте давайте сделаем замер после прогрева делал только зашел с улицы диагностику делал первым делом сигарету зубы так было 3 вольта у нас 36 теперь у нас появился даже тестер после отогрева с батареи мы пока еще ничего не делали так 590 амперчиков заявил производитель ну как видим появилось 8 процентов по суху сто семь шесть ампер пусковой ток и напряжение 1094 сопротивление 1581 с владельцем разговор был на тему того что дружок может и забыл что-то выключить до мамой клянусь ничего не забыл выключить ну придется посмотреть на его мамку и подумать что с ней делать так по всей видимости батарея была все-таки высаженная и вследствие этого потеряла и напряжение так тыкать нагрузочной вилкой я не хочу хотя многие упрекают меня что я не так часто и пользуюсь но давайте тыкнем и посмотрим на предмет вот этих проблемных банок но вполне вероятно что возможно даже они у нас зашипят так 1099 делаем затык просадка 396 так нет да все таки есть у нас кипение так включаем вспышку видим да вот в этой баночке было кипение но это она может баночка если послабленная не обязательно что там коротыш висит или обрыв она может кипеть только из-за того что в ней самое маленькое напряжение и всю нагрузку от нагрузочной вилки она принимает на себя но теперь наша задача запихать нашу батарейку не нашу их их батарейку зарядный бокс и начать с ней работать что мы и сделаем так до гребли до зарядного бокса аджинг у нас свободен поэтому предпочитаю начинать работу на нем так 10 и 6 показывает вольт ток убираем самые крайне левое положение и включаем ждем 13 вольт друзья часы показывать не буду на стены потому что они у меня склеили вас ты не они скорее всего батарейка завтра приобрету батареечку так ток можно добавить до 3 ампер чтобы ускорить нам процесс предзаряда аккуратно и бережно постараемся догнать до 13 вольт и потом все как бабушка прописала поехали дальше так друзья ну что пора домой 8 часов наш медведь все по-прежнему топлив на 12 7 вольтах 2 и 9 ампера поэтому ток добавлять я не буду оставим в таком режиме нашу батарейку до утра пусть заряжается малым током эти медведи бывают проблемные медведь не молодой медведь видал повидал многое на этом белом свете и пока батарея не достигла необходимых 13 вольт 6 ампер я не рискнул подоткнуть до утра до утра посмотрим не нравится мне честно говоря как эта батарея выходит на уровне подходит к уровню основного заряда поэтому оставляем до утра вот в таком положении при таких ставках с утра завтра посмотрим что у нас получи получается и получилось ли с этой батареи только что добрался до работы друзья разделся вот такая температура минус 23 на улице и наш медведь как губка впитывает заряд видим утром у нас вот такие уставки поэтому давайте сделаем немножко больно 6 ампер ну вот так и продолжим абсорбацию до полного наполнения батарейки пришло время собираться к дому до дома а наш тюменский шатун все еще потребляет мою электро энергию ну что ж оставляю батарейку до завтра пусть потребляет и что интересно индикатор то у нас по зеленью ну-ка давайте сделаем замер плотности довольно таки интересно любопытно странная инструкция плотность 118 ну-ка это баночка плотность 116 что-то с индикатором индикатор как можно доверять вот этим индикатором теперь можно доверять просто видимо выдавила их его в дом или чем плотность 116 но это лишнее лишнее напоминание или лишняя демонстрация вот этим любителям и адептом зарядки на 14 8 вольт что друзья что вы можете сказать по этому поводу по-прежнему 17 амперсика 14 8 вольт оставляю до завтра завтра у меня понедельник ну не только у меня надеюсь у вас уже понедельник день очень тяжелый и постараюсь завтра отдохнуть до обеда хотя бы а возможно вообще не приеду приеду может к вечеру протоплю пищу вот мне еще один тоже зимородок заморозишь уником привезли полностью во льду отогрев и у него такая же участь практически как у нашего ведьми я ладно еду домой друзья мало того что понедельник день тяжелый еще и сегодня меня дезинформировали сказали что не будет света светы ну якобы профилактические работы на линии будут электропередач ну и поэтому сегодня решил отоспаться и немножко размять свои кости диваном вот только приехал еще только затопил печерку на улице сегодня было 24-25 градусов и гараж почти за сутки у меня настыл до 8 градусов ну такое бывает редко практически всегда у меня десятка когда я приезжаю на работу 10 от 10 до 12 до 14 иногда бывает ну и наш аджент приготовил блюдо из тюменского медведя которая называется абсорбация как видим абсолютно по нулям по току и 14.8 на спидометре так с чего начнем начнем с того что очень многие задают вопрос какое все таки напряжение на батареи у нас при абсорбации так ну давайте попробуем раскорячиться давайте замерим крокодильчики подключены видно да и давайте чтобы это было всем это интересно давайте удовлетворим интерес так 1452 1452 на батарейке вот такое напряжение буфера на адженте в принципе бывали у меня моменты что батарейка на этом буфере стояла двое суток ну это именно тогда когда я проводил эксперименты потому что многие считают что я что-то не договариваю что-то переговариваю и так меня мучает вопрос сейчас наверное попробую сфотографировать все таки здесь мне кажется двадцать второй год а не двадцать третий все таки двадцать третий потому что эти этикетки у меня наклейки остались с двадцать второго года на двадцать третий двадцать третий год год не обслуживалась ну давайте начнем с замера плотности вот как видим плотность у нас 1,20 после полной абсорбации и до заряда буфером 1,20 так 1,20 1,20 1,20 1,20 5 и 6 1,20 как доктор прописал плотностью все отлично вот неприлично с моей стороны будет опять возвращаться нашим друзьям и петельщикам батарея полностью заряжена плотности нет давайте посмотрим параметры что мы выдаст батареи после основного заряда можно ли эксплуатировать такую батарею раскрылась батарея не раскрываясь давайте посмотрим так 590 ампер так видим 67 процентов он со свиста ваш блять 67 процентов посоху 486 ампер пусковой ток 568 сопротивление и нрc 1389 что отстоя не будем делать давайте прям без отстоя переключаем новый пивок так какую нам выпивочек вот этот подоткнем вот этот вот подоткнем и сразу без промедления начнем работать так 13 8 17 вольт все как бабушка прописала уже не доктора бабушка или дедушка так давайте задуем до 3 вот так пожалуй этого достаточно начали работу в 35 минут 5 сегодня давайте попробуем сделать хотя бы один до заряд а наш 2 уникум отморозок пока еще принимает видите заряд но я с ней тоже начну сейчас работать в режиме до заряда и так поехали друзья прошло 50 минут после начала работы давайте более точно нам скажет выпил до хронометр подтверждает точность моих слов 50 минут прошло после начала работы и на 3 амперах батарейка она практически сразу дошла до 16 6 вольт и уже что уже может уже нет все таки уже наверное через 50 минут напряжение у нас стабильно держится на 16 6 и ток без всяких подпоров стоит на 3 амперах через 50 минут друзья по поводу прогрева как видите уже 21 градус у меня в гараже так что температура за час буквально минут через десять температура будет в гараже уже 25 градусов моя не моя просто рабочая температура в гараже так ну пока замеров делать не будем будем считать что это не запланированное включение записи подождем и посмотрим как будет себя вести наш медвежонок 2 часа 50 минут продлился наш дозаряд и две карты сложились к тому чтобы нам этот дозаряд закончить падение напряжения на 0 2 вольта и заряд окончен то есть вымпел нам подсказывает что хватит нам сегодня кувыркаться и проехать кушать перемене так давайте сделаем несколько замер чиков отключаем зарядное где мой перометр давайте измерим температуру так на батарейке 16 градусов и все нормально так чё нам индикатор показывает красный свет хода нет давайте начнем давайте давайте ну давайте начнем замера плотности так видим плотность 127 за практически один прогон наш медвежонок вылез на плотность которую мы хотели увидеть так в этой баночке 126 по-быстрому кому сделаем замер так а что у нас здесь у нас здесь 1 20 1 20 3 1 20 3 1 20 3 так 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25 так ну ка еще один заменщик сделаем контрольный да здесь у нас 127 это крайняя плюсовая баночка поэтому почему поэтому давайте удостоверимся чтобы нам поэтому было более конкретно так доливку я делал во все банки одинаковую все правильно эта баночка у нас больше выкипела поэтому мы сейчас бабахнем 20 миллилитров водички перед тем как уехать поближе к переменям а сейчас давайте сделаем некорректный замер тестером так это в чем в электролите ip60 79 590 ампер так видим 70 процентов по суху 494 ампера пусковой 559 сопротивление 1432 у нас нрц ну что сделаю доливочку и продолжим работу с этой батареей завтра вот этот пупилок у нас явно обязательно обязательно стукам и по нему ну как видим до заряд нам дал небольшую прибавочку более детально будем разбираться уже завтра что делать с этой батареи либо еще производить до заряд для того чтобы вытащить по минималке 127 с этой батарейки либо давайте давайте доживем до завтра наш медвежонок неплохо отдохнул ночью отстоялся подумал о дальнейшей своей судьбе давайте замерим вначале параметры и посмотрим хорошо ли он подумал или плохо 590 ампер так 71 процент по слуху 1343 нрц 552 сопротивление ну как видим судя по нрц у нас еще очень неплохая стратификация так 126 это та баночка в которую я дарил вчера водички 20 миллилитров так 126 126 так время не будем терять все уже мерено перемирено мной давайте ставим на еще один дозарядик так у нас по моему да этот бампелочек подключаем и будем делать еще один дозаряд так 13 и 4 3 ампера ток ну что так время без 15 и 11 начинаем начинаем очередной дозаряд сегодняшний дозаряд сегодняшний дозаряд продлился 3 часа 27 минут вымпел нам утверждают что заряд окончен и просадка напряжение у нас было 0 2 вольта то есть самого начала напряжение было что с половиной сейчас мы видим 16 3 так давайте замерим температуру батарейки батарейки у нас холодные так отключим зарядник чтобы не искренного давайте замерим плотность так плотность у нас 129 129 плюсовой 129 2 баночка 127 1 27 3 баночка 1 27 4 баночка 1 27 4 баночка 1 28 5 баночка 1 28 6 баночки по 10 миллилитров долью водички в первую вторую баночку и на этом работа с нашей батареи будем считать что закончена так где у меня он он так давайте сделаем некорректный замер через парочку часов отстоя сделаем более корректный замер и будем звонить звонить клиенту так 590 73 процента по суху 507 амперчиков видим пусковой ток и нрц 14 36 сопротивление 544 так дадим батарейки парочку часов отстояться а может и даже и три часа пока клиента тревожить не буду клиент меня не беспокоит я его дадим отстояться и посмотрим на результат нашей работы ну что время 6 часов давайте посмотрим посмотрим что же у нас получилось наши медведи 590 ну в принципе 76 процентов 517 пусковой ток 13 33 нрц 534 так отстоялась батарейка у нас порядка четырех часов с учетом того что медведи они не вытягивают своих параметров с прилавка плюсом к этому у нас батарейка подношенная блин дата выпуска дату выпуска я заклеил отклеивать не буду отклеивать не буду потому как приклеиваю при клиенте и чтобы не было никаких то недоразумений батарейка крутящая батарейка рабочая и батарейка уходит опять в работу ну что друзья повторюсь неоднократно говорил об этом что я всего лишь навсего показываю свою работу никому не навязываю свои методы работы с аккумуляторами и кто жевает может трясти кто не жевает пусть работает 14 4 вольта 14 8 есть парняки которые и 13 6 вроде как достаточно ну я работаю как то так как то так батарейки уходят приезжая тут жалко что не видно параметров которые были на выходе не разобрать год тому назад жалко не видно ну жалко у пчелки пчелка на елке а мы будем завершать очередную историю с батарейками всем добра удачи здоровья всем пока и берегите свои батарейки все 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 Продолжение следует...